Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я попал по собственной вине в очень затруднительную ситуацию. У меня есть молодой человек в отношениях мы 2 года. Живём на расстоянии, но стараемся видеться чаще, по мере возможностей. Наши отношения нельзя назвать идеальными, мы ссорились, даже расставались, но опять сходились. Я хочу тут вместе, взъехаться, но пока никто из нас не готов переехать в другой город. А полгода назад в контакте я случайно познакомился с парнем, и начали общий язык на почве одного вопроса, ответ на который я искала. Стали общаться, я своему партнёру об этом рассказал, он был недоволен, но против не высказался. Месяц назад между мной и моим парнем произошла серьёзная ссора, опять на грани разрыва. Он меня просто заблокировал везде и перестал общаться. В этот момент молодой человек из ВК активизировался, мы стали больше проводить времени вместе за фангарными разговорами. И так получилось, что в какой-то момент они свели к интимным темам. В общем, между нами произошёл, как это наговорят, виртуальный секс. Был это дважды. Позже мой парень вернулся, мы помирились. Сообщение с человеком из ВК я прекратила. Но теперь меня мучает совесть, я всегда была честна со своими мужчинами. Считаю, что только так можно выстроить нормальные отношения. А тут такое, что рассказать язык не поворачивается, знаю, что он уйдёт окончательно, не простит. В то же время, совесть мучает его, жалостно не могу смотреть ему в глаза. Скоро мы должны увидеться, я не знаю, как поступить, рассказать ему об измене или молчать. Я сама толком не знаю, зачем совершил я такой поступок ещё не один раз. Помогите принять правильное решение. Я думаю, что правильного решения нет. И я думаю, что это решение, как бы оно ни было, оно может быть принято только вами. И скажу откровенно, мне кажется, что вы его уже приняли. В глубине души. В глубине души это решение уже принято. Вам нужно разрешение теперь. И, собственно, за этим разрешением вы и обратились. Если говорить как-то по порядку, то начать хочется с ваших отношений с парнем, которые происходят на расстоянии. Дело в том, что отношения на расстоянии не имеют какого-то пути развития, каких-то перспектив, если люди не владеют возможностями или чётким представлением о том, когда они будут вместе. То есть вы говорите, что я хочу свекаться, но никто в другой город переезжать не готов. Так и что же? И что же дальше? Ну, в смысле, какое будущее? Когда кто-то из вас будет готов. А может быть вас устраивает то, что вы на расстоянии. В таком случае здесь мы можем говорить о страхе. О страхе сближения. О страхе близости. О страхе серьёзных отношений к семье. Хотя, скорее всего, вы с этим не согласитесь. Вы говорите, что вы привыкли быть честными со своими мужчинами. А значит, ваш парень не первый мужчина. С которым у вас не складываются отношения. На мой взгляд, это говорит о том, что есть некий паперн вашего поведения, который приводит к деструкциям. К деструкциям в отношениях. Его необходимо выделить и подкорректировать, чтобы он вам не мешал. Возможно, имеет место быть сценарное поведение. Далее. Вы пишите о том, чтобы вы со своим молодым человеком ссорились. Ссорились, расставались, но мирились. Необходимо разобрать, а из-за чего были ссоры. Какое ваше участие в этих ссорах? Его. Необходимо разобрать, как вы мирились. Как это происходило, потому что примирение без договорённости, без выводов, без некого роста и развития не имеет под собой никакого основания. Совершенно очевидно, что в отношениях с молодым человеком со своим вы не удовлетворены. Совершенно очевидно, что вам не хватает чего-то. Я намеренно сейчас не буду говорить чего. Мне кажется, вы занимаете принципиально деструктивную позицию в отношении того, рассказать или нет. Дело в том, что говорить об измене нельзя без контекста. Говорить об измене нельзя без того, чего вам хотелось. Нет, я не стану говорить о том, что это не измена. Потому что вас ведь не очень волнует, если вы считаете это изменой, то вас не очень волнует, допустим, считает ли кто-то, что это не измена. Поэтому я буду называть это изменой. Хотя изменой я это не считаю. Ну хорошо, пусть будет изменой. Так вот, говорить об измене можно только в контексте. Нельзя говорить об измене только как об измене. Только как о поступке, который был совершен и все. Вам чего-то хотелось. Судя по тому, что это произошло не один раз, вам хотелось этого сильно. Но вы запрещаете себе это. Вы не позволяете себе признать, что вам чего-то хочется. Возможно, вы боитесь потерять молодого человека. Возможно, что-то еще. Но, тем не менее, вы запрещаете себе признать, что вам чего-то не хватает, вам чего-то хочется. И в первую очередь нужно сделать акцент на этом. И если говорить молодому человеку о чем-то, то о том, чего вам не хватает и о том, чего вы хотите. И если молодой человек, услышав это, и увидев, что он вам этого не давал, все равно не захочет с вами быть и уйдет, это означает, что не так уж вы ему дороги. Дороги. Но, говорить об измене или нет, решать вам. А вот говорить о том, что вам не хватает, говорить о том, чего вы хотите, очень важно. Потому что это потребность, она никуда не ушла. Да, сейчас вы ее удовлетворили. Кстати, чувство вины вы испытываете только потому, что удовлетворены. Но со временем, когда вы вновь станете испытывать потребность в чем-то, причем это не обязательно секс, вы вновь начнете делать что-то такое. Поэтому речь идет о том, насколько вы слышите друг у друга свои потребности. В данном случае речь идет о том, насколько молодой человек слышит ваши потребности. И нет, если он вас не слышит, это не означает, что он плохой. Это просто означает, что вы разные. Это нормально. Но если, несмотря на то, что молодой человек вас не слышит, а вы пытаетесь все равно быть с ним, это означает, что вы его идеализируете, что вы не принимаете его таким, как он есть, надеетесь, его изменить надеете, что в будущем, в будущем будет все хорошо. Это тоже деструкция. Потому что, если человек не хочет, а точнее не может вас услышать, вряд ли он услышит вас потом. Такие дела. Мне кажется, что здесь основная история про то, что вы не слышите себя, не слышите своих потребностей и запрещаете себе определенные чувства, которые, по вашему мнению, могут привести к разрыву отношений. Но, парадоксально, чем больше вы на этом фиксируетесь, тем больше и происходит то, чего вы не хотите. Ваши ссоры, ваши расставания об этом свидетельствуют. Поэтому начинать здесь нужно последовательно. Сначала разбираться с значением молодого человека для вас, с значением для вас взаимодействия с ним, с осознаванием того, что вы получаете и что вы даете молодому человеку, и что вы получаете от него. Дальше необходимо разобрать причины ссор, ваш вклад в ссору, позицию в ней и так далее. Потом необходимо увидеть, чего вы хотели, вступая в контакт с другим человеком. Не поступок, важен, но мотив. Но вы говорите, что вы не знаете, да почему так поступили. И это проблема. Совесть вас мучает поэтому, потому что совесть осуждает только поступок. И действительно, поступок может быть не очень, с моральной точки зрения, приемлемым. Но мы не можем рассматривать поступок только как поступок, без мотива, без субъективной стороны вашей, без значимости для вас, того, что вы сделали и так далее. Это невозможно. И когда у вас появится полная картина, вы сможете сказать молодому человеку именно то, что вы хотите. Это будет ваше решение. Это будет ваша позиция. И молодой человек вправе отреагировать на нее так, как соответствует его позиции. Понимаете? И если так случится, что он не примет и уйдет, то вы не одна. Вы можете прожить расставание. Вы можете сделать выводы. Вы можете изменить свое поведение. Например, не встречаться с человеком на расстоянии. А может быть что-то еще. Но я не думаю, кто принимает решение за вас, хорошая идея. Я, как уже сказал, уверен, что решение вы уже приняли. Только вы не признаете себе в этом, так же, как вы не признаете себе в том, что вам чего-то не хватает. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Как я понял, до встречи с молодым человеком время есть. Поэтому есть время разобраться в себе. Оставление. Оставление. Перед Docker. Оставление. Оставание.